Объем финансирования национальных проектов в Ненецком округе выполнен на 83% от запланированных к освоению в январе и июле текущего года. Общая сумма за отрат за этот период составила порядка 2 миллиардов рублей. Такие данные озвучил в своем докладе исполняющий обязанности руководителя Департамента экономики и финансов Сергей Михайлов. Тему продолжит Александра Литкова. Ненецкий округ участвует в 11 национальных проектах, в рамках которых на территории региона будут реализованы 47 окружных проектов. Общая сумма финансирования составляет 6,5 миллиардов рублей. Из них более 5 – это федеральные средства. Исполнение по бюджету на 31 июля составляет, то есть на сегодняшний момент уже изосходовано 1 миллиард 855 миллионов, это 28% от общего финансирования на 2020 год, или 82% от запланированных к освоению в январе и июле 2020 года. Также, как я на планировке в поединке озвучивал, надо обратить внимание, что из общей суммы нам в июле месяце предоставлено 4 миллиарда федеральных денег на строительство дороги Усинск. Сергей Михайлов пояснил, что сумма, выделенная на строительство дороги на Усинск, изначально не предполагалась. В ходе заседания штаба по реализации нацпроектов речь шла и о возможных рисках. Работе с министерствами и привлечении финансирования из федерального бюджета на территории округа. Цели никоим образом не меняются. Да, возможно, мы будем корректировать какие-то сроки. И это уже очевидно, что целый ряд национальных проектов будет корректироваться в части, касающейся сроков. Но мы будем строить школы, мы будем строить детские сады, мы будем переселять людей из ветхого и аварийного фонда, будем заботиться о том, чтобы наши дороги были безаварийными и безопасными. Юрий Бездудный также напомнил участникам штаба об указе президента Владимира Путина о национальных целях развития России до 2030 года. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал Север.